Недавно в торжественной обстановке состоялась официальная церемония награждения победителей ежегодного конкурса на приз имени Владимира Даниловича Спасовичем. В честь этого одаренного деятеля белорусской юриспруденции, выдающегося адвоката, публициста и литературоведа, Министерством юстиции 19 лет назад был учрежден главный приз конкурса – статуэтка, олицетворяющая законность и литературный талант. Участие в конкурсе приняли юристы, журналисты, медиаторы, студенты и другие представители юридического сообщества Белоруссии. В конкурсной комиссии определён 21 номинант, среди которых 10 призёров и 11 дипломантов. В номинации «Адвокатура» победителем стал Алексей Михайлович Андреевич, адвокат Брестской областной коллегии адвокатов. Участниками традиционного престижного правового конкурса имени Владимира Спасовича было подано более 100 заявок. В конкурсной комиссии определён 21 номинант, среди которых 10 призёров и 11 дипломантов. Работы представлялись как индивидуальными авторами, так и авторскими коллективами в 11 номинациях. В номинации «Адвокатура» победителем стал Алексей Андреевич, адвокат юридической консультации Пинского района и города Пинска, за книгу «Социально-правовые основы цифровизации экономики», написанную в соавторстве с кандидатом педагогических наук, доцентом, заведующим кафедрой межкультурных отношений Полесского государственного университета Вячеславом Лозицким. В нашей совместной с Лозицким Вячеславовым Леонтьевичем работе предоставлен анализ социально-правовых основ цифровизации в Республике Беларусь и сделан такой стратегический взгляд в будущее цифровизации вот этой же экономики в нашей Республике, который невозможен без правового обеспечения. Работа вместе с Алексеем Михайловичем Андреевичем, это есть не что иное, как пример соединения правовой практики и академической, если угодно, науки. Вот этот сплав, это вот междисциплинарность, практика ориентированность. 20 мая как раз при подведении итогов, как оказалось, наша работа была очень высоко отмечена, и получила диплом лауреата, диплом первой степени. Экспертная, квалифицированная, компетентная, безусловно, жюри оценила нашу работу таким образом. Алексей Михайлович и его соавтор Вячеслав Лозицкий сделали системный анализ этой актуальной, интересной, но довольно малоизученной темы, сделав задел на будущее ее применение в юридической практике, что, безусловно, облегчит внедрение цифровизации в разные сферы экономики и сделает ее более эффективной. Это сделано на основе европейского права, на основе российского права и смысл этой работы, чтобы действительно помочь развитию этой темы экономики, цифровизации двигаться вперед. Хотелось бы показать определенные цели и перспективы подобного развития, потому что пагубно жить сегодняшним днем, надо смотреть на перспективу. Мир, общество, даже в условиях вызовов и угроз, это общество, этот мир развивается. Мы сейчас являемся свидетелями нарождающегося общества цифровизации нам и нашим детям, внукам, в конце концов, жить в этом обществе. Каким оно будет? Безусловно, оно должно основываться на правовых основах. Уже сегодня книга Алексея Андреевича и Вячеслава Лозицкого востребована широким кругом специалистов. Большая скрупулезная работа, проделанная юристом и ученым, высоко отмеченной экспертами, оказалась на редкость актуальной и нужной. И уже сегодня вносит существенный вклад в развитие новейших цифровых технологий, основываясь на букве закона. И это, пожалуй, самая заслуженная награда. Будет ли затребована наша работа? Как оказалось, да. В Академкниге в Минске, в крупных книжных магазинах наша книга достаточно востребована. В настоящее время я знаю, что поступили заказы из ближнего и дальнего зарубежья. Как только книга вышла в свет, сразу же национальная библиотека затребовала, библиотеки России, а также, насколько я помню, Польской Республики и Германии. Продолжение следует...